Девятая глава, книга Немии. И четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу Своему. И стали на возвышенное место левитов Иисус, Вания, Кадмил, Шевания, Вунни, Шревия, Вания, Хенани и громко взывали Господу Богу Своему. И сказали левиты, Иисус, Кадмил, Вания, Хошавния, Шревия, Годия, Шевания, Петахия, встаньте, славьте Господа Бога Вашего от века и до века, да словословят достославное и превысшее всякого словословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать семень его землю Хананеев, Хиттеев, Амореев, Ферезеев, Ивусеев и Гергесеев. И Ты исполнил Слово Твое, потому что Ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря, и явил знамени и чудеса над фараоном и над всеми рабами его, и над всем народом земли его, так как Ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал Ты себе имя до сего дня. Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху, и гнавшихся за ними Ты поверв глубины, как камень в сильные воды. В столпе облачном Ты вел их днем и в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. И снизшел Ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую Твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба Твоего Моисея. И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруга, и не слушали заповедей Твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруга, и по упорству Своему поставили над Собою вождя, чтобы возвратиться в рабство Свое. Но Ты, Бог, любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог Твой, который вывел Тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне, Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И Ты дал им духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. Сорок лет Ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка. Одежды их не ветшали, и ноги их не пухли, и Ты дал им царство и народы, и разделил им, и они овладели землею Сигона, и землею царя Есивонского, и землею Ога, царя Васанского. И сыновей их Ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой Ты говорил отцам им, что они придут владеть ею, и вошли сыновья их, и овладели землей, и Ты покорил им жителей земли Хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение дома, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады, и множество деревьев с плодами для пищи, они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей. И сделались упорно и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов, их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло перед лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали, и Ты предал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты, Бог, благой и милостивый. И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой, одни царя сирийского до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, который Ты давал им, и на обширной тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел Своих. И вот мы ныне рабы, на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами, ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердые обязательства и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших.